Скажите, пожалуйста, Вы говорили о том, что длинить плотности тока с графеновых эмиттеров, с углеродных эмиттеров, составляет 1 АП на квадратный сантиметр. Не могли бы Вы еще раз пояснить эту мысль, почему это так? Значит, для того, чтобы использовать разумные значения приложенных напряжений, Вы должны обеспечить высокое аспектное отношение. Но аспектное отношение делать больше тысячи неразумно, потому что у Вас возникает падение напряжения вдоль эмиттера. Значит, если мы возьмем аспектное отношение тысячи, то для того, чтобы на, скажем, разумных герметических артистиках сделать эмиттеры, Вы должны их сделать примерно 1 микрон высотой и 1 нанометр по толщине. Толщина определяет эмиссионную площадь, и при этом Вы такие эмиттеры должны раздвинуть на 2 микрона друг от друга. Получается, что у Вас эмиссионная площадь радиусом 1 нанометр должна находиться на площади катода радиусом 2 микрона. Если Вы даже на этой маленькой эмиссионной площади делаете рекордную эмиссию, которую предсказывает Фаульн Архим, 10 в 11 Ампер в квадратном сантиметре, то недостижимо, потому что материал будет разрушаться. Но если Вы даже это делаете, то рассчитав на общую площадь, Вы получите весьма умеренное значение. Если структура вырастает, типа нано стенок, значит, понятно, что там у нас в гибах действительно возникает всегда какое-то количество СП3 гибридизованных углеродных атомов. А вот как-то регулировать вот это количество по отношению к СП2 можно, если даже абстрагироваться от модели, а экспериментально, или какое вырастет, грубо говоря? Ну, здесь вопрос скорее связан с механизмом загиба. Значит, мы полагаем, что механизм обеспечивается нашей методикой химического эзофазного осаждения в плазме. Значит, мы осаждаем материал в плазме. Значит, метан активируется, получаются какие-то химически активные радикалы, которые, грубо говоря, падают на подложку и там конденсируются, вырастают сначала стенки. Вот до тех пор, пока плазма горит, пока есть источник этих активированных форм углерода, то, значит, они присоединяются, у нас растут параллельные слои. Как только мы плазму выключаем, источника больше нет, и они ищут, как бы, куда им замкнуть оборванную связь. Они раньше могут искать, утешиться. Ну, там температура высокая, они замыкаются, размыкаются, это какая-то динамика. А тут, когда выключили, у них другого шанса не остается. Либо забрать водород или что-то еще и запассивироваться. Но, оказывается, видимо, это только предположение, это я махаю руками в воздухе, ничего не рассчитывалось. Но, если это два близко расположенных, то им выгодно, видимо, замкнуться друг на друга. Как? Это определяется межплоскостным расстоянием в графите. В дополнение к вашему обзору и интересным свойствам, не могли бы вы коротко сказать о практических применениях у нас и за рубежом полевых эмиттеров? Ну, имеющихся или потенциальных? Имеющихся и потенциальных. Ну, сначала, у них. Ну, графитных эмиттеров или полевых эмиттеров вообще. Лучше графитных. В напряжении полевой эмиссионной электроники есть, например, такое очень полезное устройство, которое используется в железной дороге для проверки целостности рельс. Это устройство представляет собой иглу металлическую, на которую прикладывается большое напряжение. Из этой иглы вырывается много электронов, они бьют по катоду, производят рентгеновское излучение. Это рентгеновское излучение освещает рельсу и на противоположной стороне видят трещинки. Значит, такое устройство работает в однократном импульсном режиме. Бавах нажали и получили. Но, например, применимость в вакуумной электроники даже очень сильно ограничена вообще эмиттеров. Много говорят, например, о рентгеновских трубках. Но практически нет значимого выигрыша между накальными катодами и эмиссионными катодами в рентгеновских трубках до сих пор. И поэтому, ну, так говорить говорят, ну, до практики, до промышленного производства не дошло. В материалах. Значит, вот углеродные материалы в 60-х годах просто делали катоды из углерода. Ну, как все у нас делается для военной техники. Может быть, она где-то используется в военной технике. Потому что дешевый материал. И, собственно говоря, преимущество графенового материала, по сравнению с остальными, дешевизна, легкость получения. Поэтому так привлекает внимание. Потому что, ну, что тут в школьной лаборатории можно эксперименты ставить. Но, если говорить о потенциале, то, конечно, самый главный потенциал создания, возможность потенциальной создания микроэлектронных вакуумных устройств, которые были, например, очень привлекательны для различного рода применений в космосе, там, где ионизирующие излучения. Вакуумная наноэлектроника. Ну, наноэлектроника, да. Но для этого нужно, как вы уже говорили, научиться манипулировать с нанообъектами индивидуальными. Для того, чтобы их упорядоченно где-то располагать. Значит, чтобы они были одинаковые и в количестве, значит, замеряющихся, миллиардами и, значит, там, другими большими ценами. Как известно, когда эмиттером увеличивает, уменьшает работу выхода какие-то атомы. Ну, например, цезии, да. А здесь, в данном случае, выгодно это в этом графенах применять или нет? И насколько это, так говорится... Типичный технологический прием в вакуумной электронике понизить работу выхода катода для того, чтобы улучшить эмиссионные характеристики. Это верно для любых катодов. Для термокатодов, для... Но одновременно с этим, как только вы понижаете работу выхода, у вас возникают проблемы с выносом катода на воздух. Вы понизили работу выхода, но как с ним работать-то? Значит, вы должны его вынести на воздух, он, наверное, окисляется за пониженной работой выхода. Поэтому вот в вакуумной электронике это создавало гигантские проблемы. Ему были разработаны вакуумные технологии, где их и изготавливали катодой, не вынося на воздух прям в вакууме, использовали, оставляли в приборы. Значит, с точки зрения графеновой технологии, на мой взгляд, это бессмысленная работа, потому что вы с таким же успехом можете взять более дешевое, там, металлическое, там, острие, нанести на миоциз и получите то же самое. Вы пытаетесь приклеить какой-то, наверное, графитный катодик. Клей подразумевает, что вы наносите на поверхность что-то, значит, для того, чтобы присобачить. Но как только вы на поверхность наносите что-то, эмиссионные характеристики мгновенно исчезают, они теряются. То есть вам нужно теперь чистить поверхность, которую вы приклеили. И поэтому вот, ну, наша технология, оказывается, имеет определенное преимущество, потому что тут не используется никаких клеев, ничего, значит, материал вырастает непосредственно на подложке, она оказывается очень чистая. Представлением, открытые нанотрубки имитировать не должны. Почему нет? Ничего подобного. Вы же говорили про диэлектрический слой, тончайший на поверхности, который, собственно, все и определяет, если я правильно понял. Значит, да, это модель. Но в конце, в развитии этой модели мы пришли к выводу, что вообще говоря, тончайший слой не обязан мыть. Это может быть просто локальное место, в котором есть изменения гибридизации от СП-2 к СП-3. Такое место может быть на кромке трубки, или на изгибе трубки, или на боковой поверхности, где, например, какая-то вакансия. И вообще говоря, подтверждений того, откуда именно имитируют трубки, экспериментальных, однозначных подтверждений нет в литературе. С какого места имитируют трубки? Я подозреваю, что в большом количестве экспериментов реально они имитируют с боковых поверхностей, на которых имеются дефекты. Вот с дефектов идет... Если лист, большой довольно лист графена лежит на подложке, он имитирует, может идти с центра листа? Нет, никогда. Скажите, есть ли возможность вырастить гетероструктуру не СП-2, СП-3, а СП-2, СП, с которой вроде бы эмиссионными свойствами, должна лучше иметь даже обладать? И с вашей точки зрения, имеют ли пистолетики? Ну, мыслеры, которые я показывал, они там, ну, в принципе, что-то похожее на то, что вы говорите. Они предполагали, что атомы выстраиваются в цепочку. Раз они выстраиваются в цепочку, то между атомами вроде бы как СП-координация. Но, значит, как известно, значит, в литературе энергия связи между атомами в СП-координации существенно ниже, чем в СП-2 и в СП-3. Значит, когда вы пропускаете, вообще говоря, большие токи, может быть, работа выхода-то и маленькая, но вы пропускаете большие токи, и у вас там все разваливается. Материал становится просто чисто механически непрочным. СП-2 слои, то тогда СП-3 уже, ну, это самое, СП-2 может любое расстояние замкнуть. Казалось бы, вот такая система из двух СП-2, между которыми какая-то короткая прочная цепочка, так сказать, вот такая штука была... Ну, прочнее, чем СП-2, чем графен, нету ничего. Продолжение следует...